Уважаемые члены президиума, коллеги, хотелось бы сказать большое спасибо за честь участвовать в вашем съезде по поводу рака легкого. Что хотелось бы отметить, он стоит на первом месте держит пальму первенца по заболеваемости и смертности среди всех онкологических заболеваний. У мужчин он занимает в структуре заболеваемости первое место, у женщин девятое. Однако, если посмотреть уже на смертность, то у женщин переходит на четвертое место. Золотым стандартом лечения немелкоклеточного рака легкого является хирургический, однако он имеет эффективность только на первых стадиях. Несмотря на увеличение и оснащенности лечебных учреждений ненавейшим оборудованием социальной визуализацией легочной паренхемы, большинство пациентов, до 70% выявляются на третьей-четвертой стадии опухолевого процесса, когда единственный радикальный метод лечения хирургический не имеет эффективности. У пациентов со второй-третьей стадии опухолевого процесса в легком пятилетняя выживаемость составляет в среднем от 5 до 50%, что заставляет мирогонкологическую общественность искать новые методы лечения данной патологии. В связи с этим развиваются наидевантные схемы лечения данных пациентов. Применение лучевой терапии и химиотерапии на предоперационном этапе позволяет добиться непосредственно циторедуктивного эффекта в отношении первичной опухоли, медиастинальных лимфогенных метастазов и отдаленного гематогенного метастазирования. Также было выявлено, что неодевантная химиотерапия увеличивает процент пятилетней выживаемости относительно только лишь одевантного лечения. В настоящее время широко используются различного рода модификаторы биологических реакций и гипертермия является одним из самых мощных модификаторов известных на сегодняшний день. Основными эффектами гипертермии являются клеточные, блокируются репликации, репарации ДНК, ингибируются механизмы ангиогенеза и усиливается программированная клеточная гибель. В связи с чем изменяется и сканевая физиология в опухоли, усиливается микроциркуляция, увеличивается сосудистая проницаемость, оксигенация, индуцируется апоптоз. Также стимулируется и иммунная система благодаря увеличению активности натуральных киллеров. В настоящее время имеется множество данных по использованию гипертермии совместно с лучевой терапией в связи с такими эффектами, как то, что гипоксические клетки с низким уровнем НПР, находящиеся в S-фазе, относительно радиорезистентны, но при проведении гипертермии клеточный цикл сдвигается на фазу более радиочувствительную и также гипертермия повышает цитотоксический эффект лучевой терапии, препятствуя клеточной репарации, как результат динатурации белка. Имеются данные и по использованию гипертермии совместно с химиотерапией. Однако, все эти данные описывают пациентов с неоперабельными формами рака легкого. По базе данных СИР отмечается прирост выживаемости 97% при использовании локальной гипертермии совместно с лучевой терапией и увеличивается однокодичная выживаемость под неоперабельных пациентов в комбинированном лечении относительно только лишь с лучевой терапией. В связи с этим мы задались вопросом изучить непосредственную эффективность и переносимость комбинированного лечения мелкоклеточного рака легкого с использованием предоперационной химио-лучевой терапией, локальной гипертермии и радикальной операцией. В исследовании включено 60 пациентов, поделенные на 3 группы. Исследуемая группа термохимия-лучевого лечения, вторая группа сравнения и третья группа предоперационной лучевой терапии. В первой исследуемой группе на первом этапе проводилось два курса на одевантной химиотерапии по схеме поклитоксилкарбоплотин. С четвертого дня от начала лечения пациентам начинался курс дистанционной лучевой терапии в режиме классического фракционирования 2 грей в день, 5 дней в неделю до суммарно-очаговой дозы 40 грей на фоне локальной гипертермии. Два сеанса в неделю, 10 сеансов в течение курса за 40 минут до проведения лучевой терапии. Во вторую группу включено также 20 пациентов, в котором проводилось два курса на одевантной химиотерапии по такой же схеме поклитоксилкарбоплотин. Третья группа, состоящая из 20 больных, которым проводилась предоперационная лучевая терапия в режиме классического фракционирования. Через 3 недели после комбинированного лечения проведения комплексного обследования с целью оценки эффективности, все пациенты подвергались оперативному лечению в объеме лобоктомии либо пневмоноктомии. При подтверждении N01 пациенты отправлялись далее на динамическое наблюдение. При N2 подтверждении пациенты получали одевантную лучевую терапию. Локальная гипертермия проводилась на аппарате Цельсиус производства Германии, который имеет рабочую частоту 13,56 МГц и максимальную мощность до 600 Вт, что позволяет осуществлять эффективное термальное воздействие при глубоко расположенных опухолях до 18 см в глубину. От сеанса к сеансу увеличивалось время воздействия гипертермии на пациента и также увеличивалась мощность. Основными нежелательными явлениями у пациентов всех исследуемых групп были в первую очередь аллопеция в 60% случаев в первой группе термохимиолучевого лечения иной одевантной химиотерапии. Дальше артрология, миология также в исследуемой группе сравнения и отсутствие аппетита. Хотелось бы единственное отметить, что во всех группах исследования, нежелательные явления были сопоставимы. Ранними лучевыми реакциями были локальный лучевой миокардит и лучевой адсидативный перикардит. В группе термохимиолучевого лечения локальный лучевой миокардит выявлен у одного пациента в 5% случаев, в группе предоперационной лучевой терапии у трех пациентов в 15%. Лучевой оксидативный перикардит в исследуемой группе не был выявлен и в одном случае в группе предоперационной лучевой терапии. По результатам контрольного обследования после наодевантного лечения полная регрессия выявлена в 10% у двух пациентов в группе термохимиолучевого терапии и не была выявлена в контрольных группах. Частичная регрессия выявлена в 60% случаев в группе термохимиолучевого лечения. Стабилизация выявлена в 30% случаев. Общая эффективность лечения в группе исследования составила 70%. Вашему вниманию предлагается клинический случай. Пациент 66 лет верифицирован центральный рак главного бронха слева. Гистологически в мере дифференцированный флоскоклеточный рак. Пациенту выполнено два курса наодевантной химиотерапии по среднему по клетоксилкарбоплатин в курсе дистанционной лучевой терапии на фоне локальной гипертермии. На снимках компьютерной томографии до лечения видно циркулярное сужение левого главного бронха на 2,3. После проведенного лечения отмечается выраженный клинический эффект от проведенного лечения. Опухоль определяется по передней левой стенке главного бронха в виде небольшого выступа. Второй случай с периферическим процессом. Периферический рак верхней доли правого легкого, низкодифференцированная аденокарцинома. Также пациенту было выполнено комбинированное лечение. До лечения определяется больших размеров до 6,5 см в диаметре опухоль в верхней доле правого легкого. И после проведенного лечения выраженный клинический регресс опухоли до 75%. Все пациенты после надюмантного лечения были прооперированы в различных объемах. Можно обратить внимание, что пневмоноктомия в группе термохимио-лучевого лечения было выполнено лишь в 20% случаев, намного меньше, чем в группе надюмантной химиотерапии либо же предоперационной лучевой терапии. И наоборот, высокий процент был выполнен лобэктомии в исследуемой группе. Лечебный патоморфоз определялся всем пациентам исследованных контрольных групп. На наше удивление было выявлен лечебный патоморфоз у двух пациентов в группе термохимио-лучевого лечения с аденокарциномами. На данном слайде как раз таки и показан клинический случай нашего пациента. До лечения определяются множественные полигональные клетки аденокарциномы и отсутствие опухолевых клеток у чего строма представлена лишь одним фиброзом без опухолевых клеток и отсутствие к сожалению при плоскоклеточном раке патоморфоза четвертой степени в нашем исследовании. После операционного осложнения включали в себя пневмонию оставшиеся доли либо контрлатерального легкого МПМ оплевры бронхиальной свящей гематорокс нагонарение раны. Однако все они были купированы консервативно. После операционной летальность в группе термохимия учебного лечения к счастью у нас не скончался ни один пациент. От прогрессирующей дыхательной недостаточности погиб один пациент в группе предоперационной учевой терапии по одному пациенту тромбоэмболия у пациентов с неодиумантной химиотерапией предоперационной учевой терапии и острый инфаркт случился в одном проценте у одного пациента в группе предоперационной лучевой терапии. Поздние лучевые реакции выявлены в 10% случаев в группе предоперационной лучевой терапии. Учевой пневмофиброз выявлен у трех пациентов в группе предоперационной лучевой терапии и лишь у одного пациента в группе термохимия-лучевого лечения. По поводу двухлетних результатов после проведенного лечения Одна безрецидивная двухлетняя выживаемость в группе термохимия-лучевого лечения составила 85%, в группе неодевантной химиотерапии 80% и в группе предоперационной лучевой терапии 70%. Общая же безрецидивная выживаемость составила в группе исследования 100%, в группе химиотерапии 70% и в группе лучевой терапии 45%. В заключение хотелось бы сказать, что разработанная схема комбинированного лечения немелкоклеточного рака легкого с использованием локальной гипертермии удовлетворительно переносится всеми пациентами. Выявлены нежелательные явления были купированы на значение по синдромной симптоматической химиотерапии и полученные результаты по критерию непосредственной эффективности двухлетней общей безрецидивной выживаемости превосходят таковые в контрольных группах. Спасибо за внимание. У кого будут вопросы? Дмитрий Николаевич, скажите, пожалуйста, а вот по достоверности пары общей выживаемости достоверны результаты по сравнению со сравненным другим? Нет, к сожалению, мы уже не стали нагружать, спасибо за вопрос, нагружать доклад, поэтому это уже не вставили туда. Потому что по безрецидивной, по-моему, было не очень близко, близкие были очень результаты, а пообще было похоже на то, что там ощутимая разница. Все у нас сходится. Все сходится, отлично. Скажите, пожалуйста, поскольку схема нестандартная, каким пациентам вы ее предлагаете, как вы осуществляете подбор пациентов и, наоборот, какие ограничения есть для того, чтобы выполнять? Спасибо за вопрос. К сожалению, в Томской области мало по численности населения пациентов с раком легкого, особенно с операбельными формами, у нас тоже мало. Поэтому практически каждый пациент, который направляется либо в онкологический диспансер, либо в Институт онкологии города Томска, если подходит по общесоматическому состоянию, и мы видим, что после нашего проведенного лечения мы сможем пациента прооперировать, то всех мы набираем в наши группы. Спасибо. Скажите, как вы пришли к этой методике? Это ваши пилотные исследования, либо есть в мире подобные? Спасибо за вопрос. В мире действительно имеется ряд исследований по применению локальной гипертермии в лечении раковых процессов различных локализаций, но при раке легкого у операбельных пациентов данный метод исследования не проводился еще ни разу в мире. То есть наибольший опыт лечения имеют японцы и корейцы, и опять-таки и у них тоже используется только как палеотимный метод лечения. Это нас и натолкнуло на возможность использования его у операбельных пациентов. Спасибо. Спасибо большое.